Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, вы готовы узнать все самое интересное из мира шоу-бизнеса. Если да, мы начинаем. Сколько жмет от груди Мурат Матурганов? Внимание! А также откровения супруги артиста цирка. Вот такой вот муж мне достался. Не пропустите визит в спортзал самой известной супружеской пары страны. Первая вице-мисс Алматы одела свадебное платье, в чем Вануса Тебек готова сразить будущую свекровь на повал. Свадебные тренды на конкурсе креативных невест. Куда исчезают казахстанские звезды? Кто в семью? У меня сейчас тоже маленькие дети. Кто из семьи? Ой, где я пропадала? На луну летала. Мы вам расскажем о несценических судьбах знаменитостей. Без грима, концертных костюмов и отрепетированных речей наша съемочная команда застала семьям Матургановых, Мурата и Олесю за очень личным занятием – тренировкой в спортивном зале. Вот где видна вся сила и мощь знаменитого на весь мир артиста цирка. Сколько он жмет от груди? Моя коллега Тиана посмотрела на происходящее своими глазами, а также поговорила со звездами о самом сокровенном. На тренировку Мурат и Олеся собирались, как обычно, бодро и весело. Я вот сейчас даже после Болгарии приехала, у меня аллергия очень. Оказалось, что у меня есть аллергия на солнце. И вот, допустим, там другой человек бы дома отсиделся, неделю бы полечился. А у меня, видите, нет такой возможности. Поэтому, ну, на самом деле, я к этому уже привыкла. Впрочем, энергии Мурата Матурганова хватит на всех. Разминка, приседания, отжимания – он к тренировкам подходит, как и полагается стулованному артисту цирка, с толком, чувством, расстановкой. Не то, что Олеся, даже наша сотрудница Тиана не смогла, так сказать, увильнуть от спортивной нагрузки, которую то и дело Матурганов распределял на окружающих. Здесь? Нет, вы как-то халтурите. Прям сильнее, хорошенько, да. Впрочем, знаменитость не щадила себя. Скоро будут мышцы развиты, как у нашего тренера. А теперь я, смотрите внимательно, я теперь буду. Внимание! Но и это еще не предел возможности для выносливого и закаленного духа бы тела Мурата. Спасибо. А теперь на беговую дорогу. Вот такие фокусы. Фух, нелегко, нелегко. Пробежав пять километров достаточно быстрым бегом, Мурат перешел на шаг. Теперь он готов рассказать о своих новых проектах. Например, сейчас он занимается подготовкой к своему ежегодному новогоднему шоу. В этом году он будет уникальный проект, потому что все билеты будут абсолютно бесплатные. То есть билеты не будут продаваться. Любой желающий может попасть на это шоу. Вы понимаете, сколько людей придет? Ну, у нас будет все равно там же посадочное место ограниченное количество. Поэтому тот, кто успел зарегистрироваться, тот и получил этот билет. А, по регистрации? Да, да, но иначе нет, иначе будет это хаос. Поэтому, конечно, будет регистрация. Также не прекращается работа в его цирке Шапито, который гастролирует по многим городам Казахстана. И во всей этой суете заслуженный деятель Республики Казахстан Мурат Матурганов не забывает о главном – своей семье, которая поддерживает его во всех начинаниях. В первую очередь, я думаю, что, опять же, возвращаясь, это папа. Потому что, если бы не он, если бы он не основал нашу династию, если бы он не вкладывал всю свою душу в меня и в мою сестренку, то, собственно, мы не состоялись бы как артисты. Поэтому, в первую очередь, наш успех и популярность – это благодаря нашему папе. Затем, это, конечно же, я вот всегда говорю, это сплоченная семья. У нас очень важно. Вот я всегда поражался папе. Бывали гастроли, когда говорили, «Ну, нам не нужно, чтобы с вами ехала жена, потому что она тоже не выступает, моя мама. Вот только вы и Мурат». Он говорил, нет, с нами поедет еще и мама, и сестренка. То есть, для него всегда важно было, чтобы семья. И поэтому все, что я сейчас делаю, это все делаю ради моей семьи и благодаря моей семье. Вот мой основной ключ к успеху – это моя семья. Они всегда меня во всем поддерживают. Во всех моих провалах, а их иногда и больше, чем успехов, просто вы их не видите, люди видят только успехи. Провалов очень много у меня и финансовых. Когда я вкладываю в какое-то шоу, а оно не окупается, и я ухожу в минусы, мне приходится брать кредиты. И только семья меня в этот момент спасает и выручает. Так что вот он простой успех. Семья, семья, еще раз семья. Ничего здесь… Когда случаются эти провалы? Так. Были моменты, что вы решили все – отпустить руки, уйти, заниматься чем-то другим? Нет, нет, таких моментов не было. Мне было просто очень обидно и горестно, что там зритель не пришел и билеты не продались. Но это не было поводом того, чтобы остановиться. Ради чего папа создавал вот эту вот династию Мутургановых. Для того, чтобы мы продолжали, и мой сын будет в цирковой индустрии, и его сын, я надеюсь, ну, как минимум, до десятого поколения Мутургановых, я очень хотел бы, чтобы они были в цирковой сфере. Олеся, как и положено жене, с мужем во всем согласна. Стоит отметить, что всеказахстанская популярность не взяла верх над природной скромностью девушки. Она по-прежнему стесняется фото и телекамер. А также с трепетом вспоминает 2 сентября 2014 года – второй день после свадьбы. На самом деле у меня не было времени привыкнуть, потому что 1 сентября была свадьба, а 2 сентября на меня упал вот этот весь шквал как критики, так и любви Мурата, поклонников. Поэтому привыкать времени не было. Но сейчас, на самом деле, было очень сложно, наверное, первый год. Можно с вами сфотографироваться или что-то задать вопросы. Естественно, я к этому вступаю, как вообще реагировать на это. Сейчас я уже привыкла настолько, что я этого не замечаю. Само собой, да. Само собой, да. И как-то уже нас даже с Майклом отдельно, без Мурата, узнают, и я к этому привыкла. Олеся говорит, что занятия спортом в их семье так же обязательны, как и правильное питание. Готовит Олеся сама. За вкусную выпечку отвечает мама Мурата. Но и сам клоун, в случае чего, голодом семью не заморит. А, как говорится, сообразит, например, итальянскую пасту, ну или на худой конец запечет курицу в духовке. Это его коронные блюда. Мурата сейчас непростой период в жизни, да. Вы как жена, какими словами его мотивируете, вдохновляете, поддерживаете? Ну, в первую очередь, я говорю, что твои мысли материальны ему каждый вечер. И я говорю, ты их послай с позитивным посылом, и все это придет. Рано или поздно, но все будет хорошо. Впрочем, и Мурат, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, как самый юный клоун в мире, над неудачами долго не грустит. Звезда, получивший трудовую книжку уже в шесть лет, просто делает из них выводы и идет дальше. В своей мечте достойно продолжить династию своего знаменитого отца Каримова Турганова и вывести на мировой уровень цирковое искусство в Казахстане. После рекламы вы узнаете. Первая вице-мисс Алматы одела свадебное платье, в чем Бануса Тебек готова сразить будущую свекровь на повал. Свадебные тренды на конкурсе креативных невест. Куда исчезают казахстанские звезды? Кто в семью? У меня сейчас тоже маленькие дети. Кто из семьи? Ой, где я пропадала? На луну летала. Мы вам расскажем о несценических судьбах знаменитостей. Первая вице-мисс Алматы Бануса Тебек одела свадебное платье. Это такое, чтобы на повал сразить будущую свекровь и всех гостей вечера. Кто избранник признанной красавицы? Почему к ней боятся подходить мужчины? Мы побывали на конкурсе креативных невест и узнали, кого из звезд модно приглашать на личные торжества и сколько это будет стоить. Мы вам расскажем. Мировая королева по созданию свадебных образов Вера Вонг предлагает общественности для главного торжества красные платья, черные, шлейф вместо фаты, различные вариации перчаток, кроссовки вместо туфлей. Одним словом, фантазия знаменитости не стоит на месте. В одном из таких образов невеста точно будет в центре внимания. Однако куда дальше пошли казахстанские мастера. Только представьте, ваш сын привез на той будущую жену вот в таком платье. Что бы вы сказали? У автора шоу «Креативных невест» Ольги Умашевой тоже и взрослый, и женатый сын. Моя свадьба была уже очень-очень давно, но я подумала, что моя сноха, если бы она была вот такой игривой, такой креативной, с французским шармом, почему бы нет? Это же всегда здорово. А если бы ваш сын женился, и ваша невестка надела бы такое платье на свадьбе? Я не была бы против. Либо сделала бы какие-то голубые волосы, прическу уложила бы, толку бы. Я бы порадовалась, потому что, наверное, это была бы жена-праздник, жена-фейерверк для моего сына. Мир не стоит на месте, осень рождает новые идеи. Сердце просит ярких красок. Мастера не жалели туши и румяна своих моделей. Девушка-весна, снежная королева – эти образы надолго отложатся в памяти гостей любого Тоя. Я создавала этот образ не просто так. Для меня было это не просто какое-то такое вдохновение. Мне стало просто интересно раскрыть в себя свою фантазию, насколько на сегодняшний день, 21 век, насколько это вообще уникально. И насколько просто можно проявить креатив в нашей истории, в молодой истории, так как мы развиваемся все. Платье необычное, вы можете присмотреться. Это из туалетной бумаги все создано. Здесь очень много сил, труда вложено. Девушка, которая невеста, которая наденет такое платье на свою свадьбу, какой она должна быть? Она должна быть целомудренной, легкой. Она должна быть какой-то такой, знаете, свободной, не перегружать свои мысли. Она должна просто войти в этот мир красоты. Сегодня я в образе снежной королевы. Я такая холодная снаружи. Но как только прикоснешься к моей коже, вы почувствуете тепло. Ну да, теплое. Вам самой понравился образ? На самом деле, да. Я не ожидала. У меня такой восторг от моего образа. Замуж бы в таком образе выходили летом или все-таки зимой? Ну, если взять лето, то я бы, наверное, просто сняла болеро. А если зимой, почему бы и нет? Вы сегодня единственная, наверное, в зеленом платье. Как вам ваше платье и образ в целом? Образ у меня называется лесная нимфа, поэтому выбор пал на зеленый цвет. Образ вообще великолепный, потрясающий. Мне очень понравился. Я себя ощущаю в нем, как в сказке на самом деле. Да, это кафея. Да, спасибо. Одной из моделей на вечере была и первая в лице-мисс Алматы Бануса Тебек. На конкурсе невест не могли мы не спросить девушку, готова ли она стать женой. И получили неожиданный ответ. Она-то не против. А вот мужчины после конкурса красоты стали ее стесняться. Изменилось, можно сказать, все. Потому что, как я приехала в родной город свой, все там встречают, там камеры, журналисты, интервью. Там все, можно сказать, все поменялось. Какая-то звездная медийная жизнь появилась. Да, да. Нравится? Нравится, да. Конечно. Поклонники? Да. Увеличились гораздо? Подписчики. Подписчики? Как с мужским полом, как с вниманием. Возможно, ты выходишь замуж. После конкурса, наоборот, мужчины боятся, что ли, меня. Не знаю, да. Они боятся познакомиться, что ли. Член жюри конкурса, титулованная артистка Жемиля Серкибаева, креатив на свадьбах приветствует. Но все же считает, что нежность в образе невесты нужно сохранять. Есть какой-то некий все равно стандарт. Почему? Потому что казахские традиции, они диктуют свои правила. Но юные люди, они, конечно, что-то меняют. Я не могу сказать, кто креативничает, он не прав. Но я, например, если мое мнение личное, вы спрашиваете, все-таки я считаю, что невеста, она должна быть какой-то такой нежной. Это белое платье, может быть, молочного цвета. Она должна олицетворять уволченность, женственность. Какой в целом должна быть современная свадьба, мы спросили у Кирилла Мейстера, который проводит торжества практически каждый день по всему Казахстану. Говорит, повидал немало. Например, свадьба высоко в горах, куда даже устанавливали ветрогенераторы для получения света. Также можно проводить главное событие за границей и везти туда гостей. В целом вариаций очень много. Безусловно, это очень большие затраты, особенно если ты приглашаешь, ну, скажем так, высшего эшелона гостей. Конечно, они ходят друг к другу на мероприятия, и уже удивить их сложнее. Поэтому все больше и больше нужно затраты вкладывать в свое мероприятие. И тогда это будет круто. Ну, то есть банальная свадьба уже никому не интересна. На ней все скучают. А если там заморачиваться шоу-программой, то креативно, когда молодожены что-то делают сами, своими руками, делают какое-то видеообращение. Когда гости говорят не банальные тосты, а делают какое-то творческое поздравление. Я не знаю. Это всегда интересно, это всегда приятно наблюдать за своими дядюшками, тетушками, которые где-то что-то танцуют в каком-то мюзикле. Причем креатив сейчас заключается в том, чтобы делать это более качественно. Никогда не выйдут из моды звездные гости. Кого же приглашать? Если говорить о казахстанской эстраде, о наших отечественных исполнителях, то, ну, наверное, наши свадебные генералы, я их могу так назвать, это там легенды-метры, которые там уже по 20-30 лет. Условно говоря, там группа Дервишек, там JCS. У меня не одного той без Кайрата Нортаса. Кайрат, ну, смотрите, Кайрат Нортас на самом деле это самый топовый артист в Казахстане. Его пригласить становится все сложнее и сложнее, потому что, ну, как бы из года в год он растет, и, соответственно, его гонорар растет, что, в принципе, вполне логично. Поэтому сейчас уже Кайрата Нортаса можно встретить на достаточно дорогой свадьбе, нежели чем если года три назад взять, он там мог выступать в одном ресторане, где три этажа и на всех трех этажах. Очень круто работает Айкын. Потрясающе работает Беркут и Аиша. Все это энергетика, это обязательно весь состав гостей вокруг них. Они задают темп Дельна Сахмадиева, Роза Рымбаева, да, Роза Конышина. Очень классно работает, ее всегда приятно видеть. Даже если ты ее видел на прошлой неделе на каком-то мероприятии, на этом мероприятии она всегда будет в новом платье. У нее потрясающая харизма, она всегда красиво говорит, она всегда поет вживую. Все это, конечно, звучит, ну, просто отлично. Но вот во сколько же обойдется креативное торжество со всеми необходимыми атрибутами? Сколько будет стоить ваша услуга на моей свадьбе? Для вас я сделаю это бесплатно. Серьезно? Конечно. Но дорого будет стоить мой диджей. Попять, договорились? Впрочем, в белом платье невесты или в зеленом, в суфлях она или в кроссовках, поет на ее свадьбе Кайрат Нуртас или Нурлан Агай из соседнего поселка. Главное, чтобы девушка и ее жених были счастливы. В это мнение все, кто создает настроение на свадьбе, сошлись. После рекламы вы узнаете, куда исчезают казахстанские звезды. Кто в семью? У меня сейчас тоже маленькие дети. Кто из семьи? Ой, где пропадала? На луну летала. Мы вам расскажем о несценических судьбах знаменитостей. Казахстанскую поп-диву Карину Фазвиеву, участницу шоу Хачук Младзе похитил российский олигарх Шахрат из группы «Олдавай» и пускает на сцену его тесть. И что только не говорят про звезд, которых давненько не видно с экранов телевизоров. Куда же на самом деле исчезают артисты? И почему продюсеры зачастую отказываются работать со своими подопечными? Мы вам расскажем. Больше всего недомолвок существует вокруг женских коллективов. Все помнят этот, один из самых первых в составах самой яркой девичьей группы. В Казахстане FM. Они перетанцевали и пропали. Куда? Долго гадать не приходится. Большинство из красавиц удачно вышли замуж буквально после первого полугодия работы в составе. Экс-солисток можно часто встретить на закрытых мероприятиях под руку с известными бизнесменами. Они ушли из группы и больше не вернулись. Я ухожу не в любовь другую. Ты не любил, только я не знаюсь. Артисты очень часто уходят со сцены, да, очень многие. Как вы думаете, какая основная причина? Ну, я пример тому. Мы раньше работали как артисты. Группа Перцы была такая, да. Ну, разные причины. Недопонимание с продюсером, может быть. Часто, сейчас часто артисты опускают руки, потому что вот все делают. Опускают песни, снимают видеоклипы, работают над своим имиджем. Ну, и не получается что-то, ну, не стреляет. Ну, либо не его время, либо, да, фидбэка нет, да, такого прям от поклонников, элементарно от работы. Просто заработка нет у некоторых. Возможно, и Юлия Зайцева в какой-то момент опустила руки. И с тех пор о ней ничего не слышно. А ведь Юлю называли самой красивой солисткой ФМ. Поговаривали, что ее увез в арабские страны солидный бизнесмен. Так это или нет, не может точно сказать даже продюсер бюлзбенда Гульвира Илахунова. Ведь Юля в определенный момент пустилась в сольное плавание. Кстати, Гульвира не раз отмечала, что бренд ФМ продолжает работать. Состав, разумеется, обновлен. Немало после ее исчезновения с экранов телевизоров говорили и о Карине Фазлиевой, которая вскружила головы судей украинского шоу «Хочу в Ягру» в песни о заморском богаче. Ходили слухи, что именно он впоследствии и запретил артистке петь. Подобные слухи распространились после того, как девушка приехала на песенное шоу в сопровождении охраны, которая зорко следила за поведением красотки. Минуле девчины тесно повязане с криминальным свитом Казахстана. Ой, где я пропадала? На луну летала, да? Весна-то не пропадала, да? Нет, на самом деле, конечно, мои амбициозные творческие планы не были реализованы после релиза моего клипа. На песню «Хочу в Ягру» чуть не сказала. Хочешь еще? Нет, вот, кстати, уже не хочу. Нет, на песню «Прости меня», но у меня была очень уважительная причина, честно, дорогая. Я была жутко влюблена. Впрочем, сейчас любовные отношения длинноногой девушки закончены, и она вновь готова петь. Только вот где, что и с кем, пока точно не знает. Карина в поисках как никогда. Даже объявила на своей странице в соцсети конкурс на лучшую песню. Что ж, ждем пееричного возвращения звезды. Сейчас работаю над своим альбомом, который, к сожалению, я не закончила. Вот, если вы помните, я как-то говорила о том, что я работаю с Татьяной Решетняк. Это украинский композитор замечательный. И вот я надеюсь, что мы все-таки закончим наши планы. Она должна дописать мне пару песен, и я уже буду представлять свой альбом. Не дремлют и красотки Рахат Луку. Все было подумали, что сладкий бренд уже никогда не вернется на сцену. Аннет, к вашему вниманию, Ариана, Айза, Азима и Айдана. Пышногрудые, длинноногие, ничем не уступающие своим предыдущим коллегам. Новый состав представил певец, а ныне продюсер Ерлан Кокеев. Девушки поют, танцуют и делают все, что им полагается. В смысле, ежедневно репетируют, посещают занятия по хореографии. Вот группа Рахат Лукум сейчас возвращается в новом составе. Как вы думаете, есть шансы у этой группы на успех? Не знаю, я этого не могу предугадать. Даже предположить не могу. Но раньше были они просто мега популярны. Я не думаю, что такая же популярность будет сейчас. Потому что они были прям такие нам вау. Крутой был коллектив. Ну, я ему желаю удачи, конечно. Пусть у них все получится. Я ни в коем случае не говорю, что у них не получится. Дай, Лаш, пусть получится. Но я еще раз говорю, что... Не одна, а несколько. Если снимут очень качественный клип, если будет какая-то энергетика правильная, то я думаю, что все будет. За многочисленных экс-солисток Рахат Лукум можно тоже не переживать. Все они живут счастливой и сытой жизнью. Кто-то подался на телевидение, кто-то открыл свой бизнес. Ну, а кто-то традиционно замужем за хорошим мужем. Если артист ушел со сцены, возвращаться, возвращаться смысл уже нет? Да, нет, мне кажется, что это неинтересно. Потому что вкусы людей меняются, предпочтения меняются, любимчики меняются. То есть человек, который был 10 лет тому назад очень популярен, сейчас возвращается на сцену. То есть, ну как вот, человека на 10 лет заморозили и разморозили, и он чуть-чуть недопонимает, что вообще происходит. У Ерлана Алимова богатый продюсерский опыт за его могучими плечами. Были и у него не совсем удачные проекты. Благо сейчас его подопечные Али Акапов и Дзеруза на одной из первых строчек в списке казахстанских артистов. Никто и никуда исчезать не собирается. Даже напротив, звезды планируют снимать новые клипы. С Али Акаповым работать одно удовольствие. Почему? Потому что он трудоголик. Ему говоришь что-то, какие-то, ну, надо сделать, он делает. Что-то сказать, он скажет. Летим туда, он летит. Ну, то есть, здесь в этом плане очень легко. С некоторыми парнями, конечно, сложнее, но с ним легко. С девочками, ну, девочки тоже бывают разные. С Ерлана Алимова тоже легко работать, потому что она тоже трудолюбивая. И выполняет все, что я ей говорю. Говорю, сказать такие вещи, говорит. Быть во время на репетиции, во время она будет. У нас дисциплина четкая. В 12 сказали, без 10-12 она уже, ну, в смысле, на месте. Однако не у всех все так прекрасно. Исчезает по необъяснимым причинам с экранов телевизоров и казахстанские бойсбенды. Например, льют реками слезы поклонницы коллектива «Олдавай». Где же кумиры, спрашивают они. Мало того, оба женились, так еще и исчезли в неизвестном направлении. Но в этой ситуации спешим всех успокоить. Все стабильно. Концерты будут, клипы тоже. Главное, ждите. А «Олдавай» в любом случае мы остаемся артистами. Я думаю, что, возможно, мы запишем еще нескольких хитов и стреляем. На одной из вечеринок мы встретили солиста «Олдавай» Данияра, который и пообещал вагон и маленькую тележку новостей, как творческих, так и личных. Наша креда, наш девиз группы «Олдавай», мы должны делать только хиты. На самом деле, у нас очень много песен, в багаже очень много хитов. Я даже могу там перечислить. Это «За тебя», «Жанну», «Не вступай, не сдавайся», «Спасибо». Ну, это очень долго перечислять. Наше поколение, которое нас слушает и приходит на наш концерт, на самом деле, они уже все с детьми, они уже все по домам. Это не активные пользователи интернета, и мы немного не чувствуем камбэк. Из-за этого немного уходим все-таки больше в бизнес, больше в семью. Ну, в любом случае, все взрослеют. Сейчас, ну, в первую очередь, мы ушли все-таки в семью. У меня сейчас тоже маленькие дети. У Шухана первенец тоже очень маленький. У меня вот даже дочки сейчас 6 месяцев. Конечно, наш поначалу основной доход – это был «Алдавай». Это было интересно, это было весело, это было классно, но все равно ты устаешь от все. Охота что-то узнать новое. Блистала в буквальном смысле слова на одном из песенных конкурсов во всей своей красе им 11-2 Касова, которую поклонники привыкли видеть по телевизору куда чаще, чем это есть сейчас. Ее хит «Сюген Джурек» звучал буквально из каждого утюга. Это была песня, что называется «Столетие». Где же новые работы звезды? Сейчас я вот буквально вот на днях запускаю свои два новых клипа. Вау! Вот, да. Поздравляем! Это, получается, двухсерийный клип. Первая серия и вторая, но две разные песни. Вот, какая интересная задумка. Да. Пела, пела и вдруг перестала и звезда Ксения. Она не скрывает, ее милое и нежное творчество сейчас не в цене. Музыку она пишет и ждет своего часа. Почему-то такой этап в моей жизни сейчас, когда я не могу посвятить работе на сцене по многим причинам. Вот, но я не исключаю тот момент, что я могу петь для себя и посредством соцсетей, как бы, дарить людям свои песни. Ну, вот, не судьба была дальше продолжать. Я родила ребенка, и как-то вот немножко творчество ушло в небытие, так сказать. Ищут и не могут найти в дебрях шоу-бизнеса и красавицу-певицу Анастасию Рассашанскую. Вот о ком всегда ходили и ходят легенды. Дело в том, что девушка, как две капли воды, похожа на мировую знаменитость, общепризнанную красавицу Айшварио Рай. Видимо, нашелся и для нее некий медкунчик Раборти и увез нашу Настю в далекие дали. Впрочем, нет Рассашанской, нет уже и группы Текила, в которой она так сладко пела. На восток, к новым берегам, с облаками белыми полетела я. На восток, счастье где-то там, я найду, наверное, и спасение. Что ж, главное, что никто из этих знаменитостей не живет плохо. Другой пример – зарубежные звезды, которые пропадают с экранов телевизоров. Андрей Губин, например, извините, спился. Верка Сердючко, он же Андрей Данилко, в глубокой депрессии. К тому же, если артист на время исчез, то ведь и всегда вернуться можно, лишь бы ждали. В следующем выпуске нашей программы вы узнаете немало интересного. А на сегодня у нас все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!